Здарова бойцы! Чё, как там ивент проходите? Ну а с вами сегодня мелок. Я буду рассказывать о том, как быстро прокачать танк 10 уровня в нашей любимой игре. А перед началом ролика небольшая к вам просьба. Оставьте комментарий, состоящий из 4 и более слов. Чем больше таких комментариев, тем выше находится видос. Надеюсь, вы меня не оставите и потратите всего минутку своего времени на продвижение данного канала. Ну и лайкосик также не будет лишним. Также спешу напомнить вам о том, что у нас есть беседа ВКонтакте, в которой мы общаемся на различные темы. Если у тебя есть желание, обязательно заходи. Ну и на мой инстаграм тоже можно подписаться. Ссылку оставлю в описании. Приятного просмотра! Ребятушки, раз вы открыли данный видос, то вам в кратчайшие сроки нужно прокачать десятку, верно? Я в этом вам могу помочь. Для начала выбираем танк, к которому вы будете стремиться. Хорошо обдумаете, стоит ли этот танк вашего времени, либо же нет. Сконцентрируйте свое внимание только на данной ветке и не нужно прыгать с ветки на ветку. Так уж точно вы быстро десятку не вкачаете. Посмотрите характеристики танков из ветки. Обязательно выбирайте ту ветку, которая вам больше всего нравится. Не стоит слушать чужого мнения. Оно вам не понадобится. Главное это ваше желание. Если оно будет, то и ветку вы вкачаете налегке. Еще один момент. Если вы хотите быстро проходить танки из вашей выбранной ветки, то вы можете не исследовать модули, которые не ведут к танку. В основном это гусеницы, но тут уже все зависит от вас. Нужны ли они вам вообще или нет. Да и танки неплохие есть, которые в стоке играются. Например, Объект 704. Там пушка после ИСУ-152 сразу топовая идет. Крайне вам не советую тратить свободный опыт на исследование танка. Если там осталось совсем чуть-чуть. Лучше подкопите опыт, исследуйте танк и эту же свободку потратьте на исследование необходимого модуля на следующий танк. В основном это башня, либо же пушка, ну либо же на крайняк двигатель. Также не забывайте про свое серебро. Его много понадобится для прокачки ветки, поэтому могу посоветовать ставить не полностью оборудку, а только то, что прям вот необходимо. Это досылатель, скорость сведения, обзор и количество хп. Ну а если у вас есть премиум танки, то с серебром, я думаю, у вас проблем не возникнет. А вот если вы еще новичок и не имеете никакого премиум танка, то могу посоветовать фармить на имбовых танках 4-5 уровня. Они, конечно, не монстры фарма, но ничего другого тут не поделаешь. Иногда наши разработчики проводят различные игровые события, ивенты, в которых даже новичок может получить премиум танк. Так что все в ваших руках, ребят. Для того, чтобы фармить больше опыта из серебра, нужен премиум аккаунт. Но у многих его просто нету. Так что следите за боевыми задачами и старайтесь выполнять их все. Очень часто с контейнеров выпадают сертификаты. И собрав 20 штучек, можно их объединить и получить премиум аккаунт. Пусть даже на час, на 9 часов, либо же на сутки это уже что-то. И не стоит забывать, кстати, о бустерах опыта. Используя их, вы будете получать больше опыта. И после хорошего боя вы можете посмотреть рекламу. Если не ошибаюсь, то ее смотреть можно до 5 раз в день. Старайтесь играть настолько хорошо, насколько это возможно. Все мы знаем, что за победу дают больше опыта. Поэтому вам есть к чему стремиться. Можете взять во взвод хорошего игрока и вместе тащить бои. Чем больше побед будет, тем быстрее вы вкачаете ветку. Логично. Не стоит также забывать про сертификаты на исследование танка. Они могут упасть с контейнеров за боевые задачи. А еще разработчики проводят такие события, где их также можно урвать. Так что, ребятки, успехов вам. В нашей игре вводят различные режимы. Например, Возрождение, либо Мэтт Геймс. Абсолютно всем рекомендую качать танки именно там. Бои в статистику не идут. А танки там даже стоковые. Можно так раскачать, что будете жахать лучше топовых тачек. Следовательно, вы наносите больше урона, побеждаете и получаете больше опыта, чем в рандоме. Как-то так. На этом я с вами ненадолго буду прощаться. Если вы можете меня дополнить, пишите в комменты. И мне и другим зрителям будет полезно. Спасибо каждому за активность. Меня это очень сильно мотивирует делать качественный и годный контент. Ну а мы скоро с вами увидимся. Не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok